Более 300 лет назад немецкий алхимик Брандт обнаружил таинственную светилость в темноте. Это вещество назвали фосфором, что означает светоносец. Все эти образцы фосфор. Но почему они так не похожи друг на друга? В периодической системе элементов фосфор и азот соседи. Фосфор находится в третьем периоде. Электроны его атома расположены в трех электронных слоях. В наружном слое атома три неспаренных электрона. Радиус атома фосфора, как видите, больше, чем у азота. Этим объясняется меньшая электроотрицательность фосфора. Степень его окисления от минус трех до плюс пяти. Атомы фосфора соединяются между собой тремя ковалентными связями, образуя четырехатомные молекулы. Из таких молекул состоит белый фосфор. Это вещество самовоспламеняется на воздухе. Поэтому его хранят в воде, в которой оно практически нерастворимо. Обращение с фосфором требует чрезвычайной осторожности. В некоторых жидкостях белый фосфор растворяется довольно хорошо. Лучше всего в сероуглероде. Лучше всего в сероуглероде. Сейчас вы увидите явление, похожее на чудо. На самом же деле происходит вот что. Сероуглерод испаряется, обнажая налет белого фосфора. Он-то и светится, и самовоспламеняется. Белый фосфор легкоплавкое вещество. В атмосфере кислорода жидкий фосфор самовоспламеняется даже под водой. Как же получилось это красное вещество? Выясним, при каких условиях оно образовалось. В запаянной трубке белый фосфор. Пары кипящей жидкости создают здесь температуру около 300 градусов. При нагревании химические связи между атомами белого фосфора перестраиваются. Образуется кристаллическая решетка красного фосфора устойчивого аллотропного видоизменения. Красный фосфор не растворяется даже в сероуглероде. В определенных условиях может произойти обратный процесс превращения красного фосфора в белый. Чтобы избежать самовоспламенения, опыт проводят в атмосфере инертного газа. При температуре около 450 градусов кристаллическая решетка красного фосфора разрушается. Выделяющиеся пары четырехатомные молекулы фосфора. На стенках пробирки капельки белого фосфора. А вот и его кристаллы. Техника сверхвысоких давлений позволила получить черный фосфор. Его кристаллическая решетка имеет слоистую структуру. Это самая устойчивая модификация фосфора. Например, при нагревании медной пластинки сперва воспламеняется самый удаленный от горелки белый фосфор. Затем красный, а черный фосфор не загорается даже вблизи пламени. Черный фосфор полупроводник. Фосфор, в отличие от азота, действие фосфора со щелочью в этом опыте воспроизводит появление так называемых блуждающих огней. Летучие водородные соединения фосфора, образующиеся при гниении, легко самовоспламеняются. При этом образуется фосфороводород, аналог аммиака. Такое явление в природе породило немало суеверий. Фосфор в природе, в отличие от азота, в свободном состоянии не встречается. Он содержится в фосфатах, в солях ортофосфорной кислоты. Большинство фосфатов в воде не растворяется. Они переходят в растворимые соединения в кислой среде. Фосфор важнейший биоэлемент. Растение усваивает его в виде фосфат ионов из водных растворов. Эксперименты дадут представление о круговороте фосфора в природе. Нам помогут меченые атомы радиоактивного фосфора. Растение и почва по условиям опыта не радиоактивны. Радиоактивен раствор фосфата. Прошло 4 часа. Теперь радиоактивное излучение обнаруживается во всем растении. Значит, оно усвоило фосфор из почвы. Метод радиоавтографии позволяет получать на фотопленке картину распределения радиоактивного фосфора в растении. Он сосредотачивается в местах интенсивного биосинтеза. Фосфор играет важную роль в энергетических процессах всего живого. Не волнуйтесь, с этим животным ничего плохого не случится, если оно съест немного радиоактивного гороха. Это позволит нам доказать, что фосфор из растения переходит в организм животного. Внимание! Область повышенной радиоактивности. Это свидетельство того, что в клетках головного мозга идут интенсивные биоэнергетические процессы. Наконец, фосфор обнаруживается в экскрементах, которые возвращаются в почву. Так завершается цикл движения фосфора в природе. Фосфор не только элемент жизни. Фосфороорганические соединения — оружие в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Ученые синтезируют все новые и новые фосфоросодержащие препараты против насекомых вредителей. Для получения органических и неорганических соединений фосфора необходим белый фосфор. Вот сырье для его производства. Лабораторная установка моделирует заводскую технологию. Реакция восстановления фосфора происходит при высокой температуре, которую создает электрическая дуга. В холодильнике конденсируется белый фосфор. Как из него получить красный фосфор, вы уже знаете. Фосфор и бертолетовая соль — опасное соседство. Но взаимодействие таких соседей может принести и пользу. Возьмем, к примеру, спички. Спичечную соломку обычно изготавливают из древесины, которую пропитывают фосфорной кислотой. Для чего это нужно? Кислота делает спичку нетлеющей и потому менее пожароопасной. Современное спичечное производство высоко механизировано. Горючая смесь для головки спички содержит бертолетову соль, серу и другие компоненты. Красный фосфор и измельченный абразив — основные материалы для намазки на спичечные коробки. Трение, подобно удару, приводит к взаимодействию бертолетовой соли с фосфором. Апатитовая руда Кольского полуострова — основное сырье в производстве фосфорной кислоты и минеральных удобрений. Для получения фосфорной кислоты измельченный апатит и серную кислоту подают в смеситель. Что происходит в нем, мы объясним на лабораторном опыте. При взаимодействии серной кислоты с фосфатом кальция образуется фосфорная кислота и сульфат кальция. Фильтрат — это и есть раствор фосфорной кислоты. В воронке — сульфат кальция. В промышленных условиях отделение раствора от твердого осадка осуществляется на вакуумных фильтрах. Сульфат кальция идет в отвал. Раствор фосфорной кислоты собирают в резервуары. Фосфорная кислота — полупродукт для выпуска многих минеральных удобрений. Она идет, например, для получения аммофоса. Вторым полупродуктом является аммиак, который хранится в таких емкостях. В реакторе-смесителе фосфорная кислота взаимодействует с аммиаком. Для наглядности проиллюстрируем заводской процесс в лабораторном опыте. Вот они — кристаллы аммофоса. Но вернемся на предприятие. Взвесь аммофоса вдувают в сушильный барабан. Тут кристаллы слипаются, образуя гранулы. Удобрение готово. Каждый килограмм фосфора, вложенный человеком в почву, в тот же год оборачивается весомой прибавкой урожая. Фосфор — это элемент плодородия. Это элемент жизни и мысли.